Всем привет, дорогие парфюмерные сердца ищут друг друга, где мы с вами находим какие-то интересные ароматы и обзираем их, где мы делимся какими-то с вами парфюмерными историями в комментариях, что очень важно, потому что у нас здесь настоящее парфюмерное сообщество. И сегодняшнее видео, мне кажется, одно из немногих, которое будет интересно не только женщинам, но и мужчинам, нашим дорогим парфюмерным маньякам, потому что сегодня я хочу с вами поделиться своей подборкой классных мужских ароматов, хотя я не очень люблю, честно признаюсь, как-то сильно разделять ароматы по гендерному признаку, но сегодня я решила подсобраться и поделиться с вами ароматами, которые очень классно раскрываются на мужской коже. Но, конечно же, нужно все тестить, потому что, как показывает мой опыт, такое ощущение, что у мужчин эта градация теплоты кожи еще шире, чем у женщин, потому что, ну правда, я порой удивлялась до вот таких вот огромных глаз, как один и тот же аромат на разных мужчинах может звучать вообще абсолютно по-разному, иногда даже кардинально. Но начать это видео хочу с одного из самых моих любимых ароматов для мужчин. Это бюджетный сегмент, хотя сейчас, конечно же, поправлюсь, недостаточно, можно было и подешевле. У меня дома много этого аромата и в тревелах, и вот такой вот полноразмерный 30-миллилитровый флакон. Ну это потрясающая история, здесь можно найти немножко спайс-бомба, здесь можно найти немножко джентльмена абсолюа дживанши. То есть здесь есть такие, как будто бы, такие деревяшки копченые, подкопченные, либо костром, да. Ну такое дерево, вот я недавно совершенно у себя в мангале нашла дерево вишни. И это, правда, совсем другой дым, когда, например, ты жгешь сосну или березу или какие-то другие деревья. Но вот когда ты жгешь именно какое-то сладкое дерево, например, вишню, это, правда, другой дым. Это прям было для меня открытие, потому что я не очень глубока в этой теме. Если меня сейчас смотрят парфюманиаки мужчины или просто мужчины, вы случайно заглянули на огонек, обязательно расскажите нам о этих поленьях. Так вот, queer подойдет мужчинам, которые любят интересные копченые кожи. Здесь ярко выраженная нота сливы, которая иногда может трансформироваться и в вишню такую древесную. Я бы не назвала это табачной вишней или какой-то сладкой. Нет-нет, это не туда. Иногда здесь прям ярко выраженная такая корица, а иногда прям такая слива. Не чернослив, а прям слива. Вот мой любимый чернослив в мужских ароматах — это, конечно же, почули 24 от Лилабо. Но, но, если вдруг вы любите этот аромат, и вы не можете никак смириться с тем, что сейчас он недоступен, потому что тот ценник, который за него просят дистрибьюторы, в общем, продавцы, это просто невероятное что-то, мы такое не берем. У бренда History Parfum есть аромат, который называется «Шведский лес». Это потрясающе. Я лично планирую, планирую приобрести себе этот флакон, потому что это один из самых близких аналогов аромата почули 24. Там потрясающие деревяшки, потому что я искала в разных ароматах вот этот вот копченый чернослив. Очень часто в порой заявленных копченых, древесно-копченых ароматах я находила именно сыр-косичку или колбасный сыр, или какие-то непонятные даже иногда колбасные обрезки. Это всё было не то. Очень сложно, очень сложно было отыскать прям красивое такое черносливовое дымное дерево. И в аромате «Шведский лес» от History Parfum я его нашла. Если вы можете позволить себе аромат с дымностью, с красивой дымной кожей, очень необычной, очень байкерской, немножко с кусочками ананаса, немножко с ладаном, немножко с сухим кедром, то тогда вам в церемонию. Это аномалия. Кто-то написал на фрагрантике, что это жидкий мужчина во флаконе. Ну, так как это мой парфюмерный подарок на моё 30-летие, ну, получается, перед вами сидит жидкий мужик во флаконе, потому что я сейчас в нём, и сейчас на топила осень, когда я планировала носить этот аромат. Смотрите, вы видите, да, уже, не знаю, видно, нет, уже вот какое-то количество нет, потому что я, честно говоря, уже даже отливала этот аромат в атомайзер поносить мужчине, потому что, ну, это шикарный аромат. Это прям потрясающе. Я рекомендую вам обязательно его потестить. Он, кажется, сейчас появился на Allure Parfume, что редкость, потому что бренд Аномалия долгое время вообще нигде не появлялся. На Allure, кажется, он теперь есть. Можно смело брать отливантик, миллилитрик и знакомиться. Вообще, бренд Аномалия интересен. Если я вспомню, то я напишу здесь название ароматов, которые бы я рекомендовала к затесту. Ladies. Но вообще, в целом, это прям унисекс, брат. Но если вы живёте в Москве, то смело идите в ЦУМ, тестите ароматы и делайте очень-таки вот такие вот завлекающие глаза с интересом, чтобы вам ещё дали с собой сэмплы поносить, потому что у меня было именно так. Мы пришли с подругой, очень заинтересовались брендом и нам дали с собой сэмплы. Один из которых был церемония, в который я влюбилась. Я обожаю этот аромат, правда. Я ничего подобного не слышала нигде. Хоть кто-то его там ещё сравнивает на фрагрантике с чем-то более... С афганцем, кажется, сравнивают этот аромат. Это вообще не афганец ни разу вообще. Афганец даже рядом не приходил. Афганец плоский для меня, громкий, очень термоядерный здесь же. Я слышу здесь прям вот очень красивую, дорогую кожаную куртку. И она прям такая, знаете, с каким-то таким налётом роскоши, такой европейской. Прям пахнет вот дорогим каким-то бутиком, где продаются эти кожаные куртки. Ну и дым. Дым здесь ананасовый. Ананасовый дым просто. Или, как бы сказал Валерий Леонтьев, ананасный. Если вы понимаете, о чём я. Конечно же, в контексте мужских ароматов я не могу обойти бренд Lalique. И сейчас я вам назову три, на мой взгляд, самых классных аромата для мужчин. Сейчас и мужчины записывайте, и женщины, потому что это прям красота. Скорее всего, вы прям попадёте в цель. Конечно же, мы все знаем Анкарнуар. Здесь у нас витиберна, грейпфрутовая история про такие интересные горькие цитрусы с сухим деревом. Интересно. Я думаю, что многим мужчинам это зайдёт. На втором месте у меня Анкарандиго. Это чайная история. Если просто выражаться, то чай чёрный хороший с лимоном и бергамотом. Да, он очень классный. Он очень круто себе показывал летом. Не знаю, как сейчас его осень. Если ваш мужчина, или вы мужчина-парфманьяк, или начинающий парфлюбитель, не прочь поэкспериментировать, при этом не отдав за это большие деньги, я рекомендую вам, опять же, взять от Левант. Ну и третий аромат в моём топе мужских ароматов от Лалик, это, конечно же, Амбарнуар. Боже мой, какой он красивый. Знаете, вот сейчас на осень я бы даже назвала его номер один. Я почему-то сейчас так ярко в нём слышу мускатный орех, который немножко создаёт ощущение попкорна. Такой элемент вудстока от Франка Бакле. Что самое интересное, вот он бюджетный, да, скорее его забирайте, пока он бюджетный, потому что я планирую тоже флакончик себе в коллекцию поставить. Вот иногда он мне кажется очень схожим с чёрным перцем от Зелинский. Иногда я в нём слышу какие-то аспекты джентльмена Абсолюта также, то есть такого какого-то пряно-спецового, древесного аромата. Но вот сейчас, правда, я прям очень чётко в нём ощущаю мускатный орех. Блин, очень классный аромат. Потрясающе. Вообще лалейки красавцы. Я желаю им как можно дольше не поднимать ценники ради нас, парфуманьяков. К вопросу Essential Parfums, вот на данный момент самый притягательный, на мой взгляд, для мужчин аромат. У них всё-таки Mon Vettiver, опять же, Imho. Мне он очень нравится, даже сейчас, в похолодательное время. Хотя для меня Vettiver, опять же, в контексте мужского аромата, это больше какая-то весенне-летняя история. То есть зимой всё-таки мне хочется и мужчин тоже нагрузить плотностью кожи, дымности, амбровые какие-то штучки, возможно, какая-то гурманика, интересная специфика. Также Vettiver есть интересный, но более моно. Vettiver ещё более моно-Vettiver. Это Vettiver от Николаи, но это, если вы поклонник классической школы. Это сейчас информация для мужчин, и информация для женщин. Да, если вы поклонница классической школы, например, вы любите ароматы от Патриции Николаи, вы знаете, в каком штрихе она работает, какая направленность у неё, как она создаёт ароматы, вы чувствуете ДНК, возможно, которая, я считаю, присутствует, и чувствуется почерк. Vettiver интересная штука, но, мне кажется, он достаточно хлёсткий. Я не часто употребляю слово хлёсткий в контексте ароматов, но он такой прям достаточно такой, с характером, так, едем дальше. Один из моих любимых ароматов у пера Гиома для мужчин это Ликюр Шарнель. Ой, потрясающая тема, тоже на тему сухофруктов и на тему алкоголя. Кажется, здесь коньяк с сухофруктами. Хорошко. А вот в какой-то момент, я помню, я свернула не на ту дорогу, когда вот я хотела, ещё не было в доступе этого аромата в России, я вот этот сэмпл получила при покупке аромата пера Гиома Муск Маори. Когда этот сэмпл попал ко мне, я безоговорочно просто в него влюбилась, и мой мужчина тоже, ему очень понравилось, и вот он сносил практически весь сэмпл, и я начала искать аналог какой-то, что-нибудь похожее по звучанию, потому что тогда этого аромата было не достать в России. я почему-то решила, что фрапин 1,270 будет схожим, потому что он тоже такой как бы сладко-алкогольно-сухофруктовый, но оказалось, на деле, что не для меня. Фрапин – это прям какая-то такая прям дедовская парфюмка, прошу прощения, если я сейчас кого-то обидела, но вот тот фрапин, который у меня был, флакон, он прям был и куда-то всплыл, даже я не знаю, но я отдала его из своего, из-под крыльев своего контроля, но вот он, правда, он звучал очень по-дедовски, очень сильно олдскульно, несовременно, немножко даже нафталиново, а вот ликер Шарнель, вот он прям классный, ну это прям, это прям очень секси. Девчонки, берите на вооружение. Тогда я смотрю на подборку и, правда, понимаю, что меня тяготит к ноте сливы в ароматах, но следующий аромат, о котором я хочу вам поведать, я о нем уже говорила в видео про бренд History Parfums, если вы не смотрели, посмотрите, не пропускайте видео на канале, которые посвящены одному бренду, такие монообзоры. Лично я такой формат очень люблю, потому что иногда нет возможности познакомиться со всем брендом, а очень хочется понять вообще, твое или не твое, и вот для этого я снимаю такие видео, чтобы вы могли составить какое-то впечатление вообще в целом об интересности бренда. Опять же, если вы прям увлеченный парфюманией, потому что если вы просто любите ароматики, и вам не важно вообще, что за бренд, кто создал, может быть, конца акция совершенно не важна, просто важно как-то вкусно пахнуть, то тогда ладно. Фрагрантика называет этот аромат древесно-хужерным, я же просто схожу с ума, пирамида, ну вы сами увидите это, слива, сосна, мускус, кашемир, кожа, лаванда, грейпфрут, корица, карамель, гвоздика, амбра, ну это просто прелесть. Это такая потрясающая гурманская хвоя, это очень красиво, это очень красиво, как я уже говорила, если вам нравится копченость, дымность, то это шведский лес, если вам нравится интересная древесная фужерность, не только к мужчинам информационную, к женщинам, то это ослендик вул, и еще есть потрясающий, просто потрясающий аромат на тему деревяшек, это финиш таймбер, финская древесина, боже мой, я не могу, как вам не нравится, как вам не нравится, мне все это надо, боже мой, ну это просто, у меня мурашки, я правда вот прям, как бы вам показать, ну они не такие огромные, просто не вот такие, но финская древесина, это просто, ну крышесносный аромат, я чувствую здесь, помимо дерева, каких-то специй, какого-то, какой-то амбровности, я еще слышу здесь очень классную черную ваниль, она прям, она не сладкая, она прям, она придает здесь только фактуру, я могу говорить сейчас много и долго об этом аромате, но мне слов не хватит описать вот то удовольствие, которое я испытываю, обоняв его своими ноздрями, все-таки это прям, знаете, это лактонное, такое молочное дерево с ванилью, с амброй и с характером, то есть это не какая-то мямля, знаете, такая какая-то, очень сильно ванильная, это очень круто, прям, я его прям очень рекомендую вам познакомиться. Следующий аромат от бренда Per Noir, Amoral, кстати, бренд встал в золотое яблоко, поэтому можно смело потестить, вот я заглядываю в пирамиду, и тут снова слива, но я обожаю, я обожаю ноту сливы, но какая здесь, но какая здесь кожа, она здесь анималистичная, я не вижу, чтобы здесь был заявлен какой-то такой цебетиновый, да, момент, или что-то такое анималистичное, но это очень анималистичная кожа, с удом, с таким копченым, сливы, прям здесь очень слышна, очень чувствуется здесь и амброчка, очень чувствуется здесь, и какая-то еще, наверное, это все-таки амбра, такая на максималках, чая я здесь не сильно могу найти, но только если прям вот буду воображать, в общем, бренд Пернуар, рекомендую вам потестить его в золотом яблоке, но он прям, прям ниша-ниша, следующий аромат, один из моих самых любимых, и в контексте мужского, и в контексте унисекса, и вообще, долгое время, это был мой любимый аромат, долгое это сколько, полгода, я носила этот аромат каждый день, и знаете, как я при этом выглядела, не вот так вот, знаете, вот fucking fabulous, да кожа лавана, да что-то брутальное, пять лет назад я выглядела вот так, вот так, я была больше похожа на Полину Гагарину, чем сама Полина Гагарина, мне кажется, я тогда пользовалась fucking fabulous, у меня был тогда, что у меня там еще, бакара у меня тогда была, и, кажется, байредовская библиотека, и немножко была фрика, да, и, конечно же, fucking fabulous, это прям было мое я, и я помню, что я просто, вот просто балдела, мне так нравилось, что вот так пахну только я, я ни на ком не встречала эту прекрасную, сухую, лавандовую, такую травную кожу, это прям было вау, 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 и до сих пор я его очень сильно люблю, и в контексте мужского, и в контексте особенно аромата для двоих, просто пушка, понятно, что сейчас очень много можно найти аналоговых каких-то звучаний, совсем недавно при слепом затесте я услышала fucking fabulous такой немножко в инитео, в рехабе, потому что там тоже лаванда, насколько я помню, как-то так, что все, что ли, вообще, мне кажется, как будто бы я что-то забыла, подождите, а вот, я же, по-моему, не сказала про инсенс руа, да, да, в контексте ладанов, ладанов у нас много, давайте загибать пальчики, классный ладан, который отлично раскрывается на мужской коже, это манталь, full incense, вспомнила, классный инсенс руа, боже мой, но это не моноладан, я бы сказала, что это какая-то такая, знаете, группировка ладанов, тут и какой-то сладкий ладан, и такой прям церковный ладан, и какая-то такая пропитанная ладаном деревяшка, очень классная, мант, просто, я прям жду, не дождусь, когда будет еще чуть похладнее, со свитерочком, который надо связать еще, в цвет, чего-нибудь такого, охры, да, я тут еще и начала вязать, не хочется совсем вас перенасытить этим видео, поэтому, если вдруг вам подобная история интересна, а именно интересны мужские подборки, обязательно дайте знать, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, чтобы я подготовилась, есть что, и сделала что-нибудь еще интересное, ну что ж, вот такая вот мужская подборка у нас сегодня получилась, ставьте лайк этому видео, если вам понравилось оно, если вдруг у вас какие-то есть идеи, пишите в комментариях, также я, конечно же, открыта к обсуждениям данных ароматов, вот этих вот данных ароматов, если вам интересны мужские подборки в целом, и вы готовы посмотреть еще и еще больше разных видео и разных ароматов, также дайте знать, меня все так же зовут Настя, ничего не изменилось за эти 30 или 40 минут, сколько мы с вами здесь пробовали вместе, также подписывайтесь на мой телеграм-канал Андре Соль, там у нас немножко по-домашнему, более камерно, более лично, более близко друг к другу, ну и до скорых встреч в новых видео, которые выйдут уже совсем-совсем скоро. Может быть, все же встретимся снова, может быть, Путин в нашем рассвет, может бояться нежного слова, нет больше смысла, понятия на твое. С легкой надеждой, голосом нежным, нас позовет, оживая весна, что-то забудем, подарим людям, наша любовь, наша любовь правит миром и твое. Мы помним, как летали корабли, мы знаем, что бессмысленно сомненье, мы поняли, как близко до земли, где вместо счастья поля сраженья. Зачем нам мир без самых главных слов уносит нас от центра притяжения, мы помним лабиринты наших снов, голос чудесный прикосновенья, я улетаю вновь к облакам, зажилы раны, море забвенья, водоворот с ночи сливых фантаз. Мы помним, как летали, корабли, мы знали, что бессмысленно сомненья, мы поняли, как близко до земли, где вместо счастья поля сраженья. Зачем нам мир без самых главных слов уносит нас от центра притяжения, ты вспомнил лабиринты наших снов, ты оглянись лишь на мгновенье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok